Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесной». Сегодня я хотел бы порассуждать с вами, поразмышлять над тем, что происходит опять во всем полюбившемся, наверное, этом союзе РосХВЕ. Знаете, очень многие пишут, зачем там ссоры, ЗСБ и еще что-то. Послушайте, не я это выношу, это они сами выносят. Уже настолько, что сами все выносят, все сливают. Хорошо, суть до дела такова, что появилось в сети три письма. Первое письмо было подписано 20 числом мая заместителем начальствующего епископа РосХВЕ в Уральском федеральном округе Сергеем Лавриновым. Сергей, мы друг, мы давно дружим, знаем друг друга. Очень умный, честный человек. Он написал книгу, сейчас пишет, заканчивает вторую книгу и третью наготове него. О всех проблемах, которые сегодня есть в таких пирамидальных структурах, вертикальных структурах. И чем это все грозит вообще христианскому движению, нашему христианству. Сергей долгое время возглавлял в РосХВЕ экспертный совет. Я входил также в этот совет. Мы писали очень много документов, постановлений, еще чего-то всяких там. Правил, рукоположений, экономических, еще каких-то. В общем, все документы проходили через экспертный совет. Сергей является сегодня в двух должностях по РосХВЕ. Он является, значит, вот как я уже сказал, заместителем начальствующего епископа в Уральском федеральном округе. Он является его палпредом, личным палпредом Сергея Риховского. И Сергей является еще заместителем начальствующего епископа по Крыму и городу Севастополь. Кроме того, он был избран недавно буквально президентом РИА, Российского Евангельского Альянса. И он еще там у себя в области что-то возглавляет. Сергей очень деятельственный, хороший такой человек. Он написал письмо по поводу одного тоже главы ассоциации. Она называется «Страна свобода» Алексей Новиков. С письмом вы уже, наверное, ознакомились. То есть, что интересно, друзья, это внутреннее, казалось бы, дело РосХВЕ. Кому какое дело есть до них. Но вот эти сливы из внутреннего чата из своего устроили сами же они. То есть, о чем это может говорить? Это говорит только о том, что уже многие епископа... Это было направление, вот это письмо, оно было зачитано, наверное, опубликовано направление. И каким-то образом оно утекло в сеть, его расширили, раскидали, причем очень много в разных источниках, на разных телеграм-каналах, новостных каналах оно вышло. И потом второе письмо, ответ Новикова, вы, наверное, читали, смотрели. И сегодня вышло их совместное какое-то заявление, которое я тоже прокомментирую. Потому что некоторые говорят, вот она миролюбивая позиция, но мы вчитаемся в текст и посмотрим, что было на самом деле. О чем нам говорят вот эти сливы? Потому что ничем другим это нельзя назвать, когда это сливается все и везде. То есть, уже члены правления, а правления, я хочу напомнить, есть ли там 30 ассоциаций. По два человека от ассоциаций в правление входит глава и его кто-то помощник. Плюс духовный совет, плюс еще какие-то там, наверное, офисы, еще что-то. В общем, правление РосХВЕ это человек 80, если не 90. Вот. И Сергей, написав это письмо, его кто-то закинул в сеть, я думаю, помимо воли Сергея. Вот. Опубликовали его, запубличили. Причем вышло второе письмо Алексея Новика, которое он сам распространил. Вот. Раскидал тоже по сетям. То есть, явно одно. Люди хотят, чтобы это вышло за рамки РосХВЕ. Почему? Потому что большинство епископов все равно считает, что никакого решения там не будет. Один телеграм-канал даже провел опрос общественного мнения. И большинство склоняется к тому, что, как обычно, потихарю всю грязь, весь ссор, всю гниль свою. Они под коврик унесут, вместо того, чтобы жить в чистоте, как призвал нас Христос, быть чистыми и нести эту чистоту в этот мир. Нет. Все шито-крытое. Не говорите, не выносите. Но не могут молчать, потому что сливают. Причем сливают в разные источники. Хорошо. Что в этом письме начальствующему епископу? Прошу вас провести открытое разбирательство по ЗУМ на внеочередном правлении по случаю размещения Алексея Новиков, ЦРУ «Страна свободы». Алексей Новиков, новоиспеченный епископ, он возглавляет эту страну свободы. Это бывшие наркоманы, бывшие репцентра. Несколько репцентров, наверное, вокруг которых сегодня церкви организовались. Слава Богу за это. На своей странице в инстаграм он разместил символику спецоперации, букву «З». Считаю это моральным и духовным преступлением, которое неприемлемо для священнослужителей Росхавея. Подобные деяния приводят к разделению в христианском сообществе и поддерживают кровопролитие в Украине. Также считаю, что Алексей Новиков не может иметь возможность выступать на Малом соборе на основании вышеизложенного. Если позволить ему выступать и сделать вид, что ничего не произошло, то тем самым мы, участники собора, станем соучастниками его преступления. Надеюсь на скорое разбирательство до Малого собора. Если такового не произойдет, то я буду вынужден ценировать разбирательство на самом соборе. Вот такое обращение было, наверное. Оно не эмоциональное, потому что Сергей описал то, что происходит. Человек, который понимает, знает и юридически подкован. На что произошло, как я понимаю, в Зуме было внеочередное правление. Судя по письму самого Алексея Новикова, он записал это. Потому что он достаточно точно цитировать слова Сергея Лавринова. Его письмо, конечно же, шокировало всех. Письмо очень интересное. Почему я решил все-таки этому уделить какое-то внимание? Потому что конфликт разгорелся не просто из-за одной буквы. Нельзя его назвать просто из-за этого конфликта. Хотя РосХВЕ сотрясает уже всевозможные конфликты. Эта организация погрязла уже в финансовых скандалах. Вы помните, один на полмиллиарда кинул людей. Другой наркоман, молодой парень, тоже пастор их РосХВЕ, тоже кинул людей очень много на разные сети. Пирамида там создавал. Потом проходит реабилитацию. И тоже ни в чем не кается. Педофильные скандалы. Финансовые скандалы. Сегодня скандалы военные. И вы знаете всю предысторию военного. Вот этого всего. Военной спецоперации, которая началась. И этот круглый стол в Госдуме. С него все началось. Здесь Сергей Риховский выступил. Там было много ярких выступлений. И все это было в контексте того, как Риховский проинтерпретировал не Библию, а интерпретацию нашего президента слов из Библии. Президент Российской Федерации недавно в Лужниках напомнил нам всем слова Священного Писания из Евангелия от Иоанна, где сказано, нет больше той любви, кто отдаст душу свою за друзей своих. Это то, что сейчас происходит в наше время, в нашей реальности. Он даже не обратился к первоисточнику, а обратился, так сказать, к более высшей для него власти. И интерпретировал его интерпретацию. Очень интересный тоже подход такой. Это вызвало неоднозначную реакцию. Потому что там они выступили, все религиозные лидеры, как цехевики. То ли это мясной цех, то ли это военный какой-то цех, религиозный цех. Они выступили с определенными речами. Там даже звучало, что надо голову украинцам отрезать. В конце, после всего этого, Риховский вышел и вместе с главой комитета Госдумы подвели итоги всему этому. Согласились со всем, поддержали все это. Это есть уже везде и всюду. После этого были неудачные попытки оправдаться Риховского. Это больше походило, честно говоря, на какое-то нелепое вранье от священнослужителя, который очень часто представляется всем главой всех протестантов. Это очень походило на это, где он говорил, я не я, и я там случайно оказался. И это было мое личное мнение, хотя его представили как главу этого союза. И забавно, конечно, что он оказывается еще и владыка Крыма и Севастополя, потому что у него свои заместители даже там есть. Это маленькое такое замечание, очень интересно. Очень быстро человек прихотизирует огромные территории, целый полуостров. Он владыка, и у него есть свои замы, которые там тоже руководят и замещают его присутствие. Хорошо. Контекст понятен. Скандалы сотрясают. И это тоже был какой-то внутренний скандал, но кому-то в РосХВЕ, и их очень много, захотелось вынести это в публичное поле на разных, еще раз повторюсь, на разных площадках. Эти письма были опубликованы во многих телеграм-каналах. Сергей недвусмысленно назвал это преступлением. Моральным и Духовным. И попросил дать этому оценку. Почему? Потому что близится Малый Собор где-то в октябре, и очень бы не хотелось слушать вот такого человека. Если вы зайдете на Инстаграм Алексея Новикова, может быть, кто-то уже скрины делал, там помещен вот этот вот буква «З» в таком старославянском стиле, и целое там было объяснение, что значит это для русского человека, для русского националиста, что значит это там, ну, все сводится к каким-то языческим таким толкованием всего, ну, доходит чуть ли не до мать-сара-земля, что это вот земля, это и есть это. Но это было помещено в центр его фотографий, вокруг там, ну, как бы, такая хорошая, достойная жизнь самого епископа Алексея, застолья, спортзалы, машины, в общем, жизнь удалась, жизнь удалась, он достаточно богатый человек, вот, на него очень много людей работает, и, конечно, этот скандал, он бы так и остался скандалом, если бы его не торпедировал сам Алексей Новиков, в день, когда мы все находились в Орле, на похоронах епископа, национального епископа Церкви Божией, Павел Сергеевич Абаш, но он опубликовал свое письмо, письмо опять направил в РосХВЕ, по итогам вот этого открытого, ну, закрытого, скажем так, открыто-закрытого, потому что его все равно слили, их правление, заседание, где было десятки-десятки человек, которые слили на перебой и начали везде рассылать, рассылать и рассылать, главы разных ассоциаций, вот, где Новиков недвусмысленно сослался на Уголовный кодекс Российской Федерации, обвинил епископа Лавринова в дискредитации Российской Амери, вот, и он взял очень интересный заход, он не впрямую сам обвинил, а он потребовал от главы, от Сергея Риховского, там два требования было, одно из требований обратиться в правоохранительные органы, и вот именно это заставило меня сегодня вот высказаться по этому моменту. Друзья, мы живем в очень интересное время, когда моральные ценности, христианские ценности, вот в этой организации их сливают в туалетный бачок, в канализацию, просто. Я знаю, что многих-то епископов, скажем так, или пастырей старой формации, еще кто пришел из 90-х, это, конечно же, возмутило. О чем речь? О том, что брат стучит на брата, и не своими руками, он потребовал, он подставил Риховского, своего главу, он потребовал от него, чтобы они обратились в правоохранительные органы и возбудили уголовное дело. Он этого требовал. И, конечно, он поставил такую развилку, такой шаг, и он думал, наверное, что это мат, но Риховский старый аппаратчик, старый сотрудник, он всегда найдет, как выкрутиться, и вот тем, что как выкрутиться, было письмо, якобы открытое обращение, кто-то назвал его письмо примирения, но там ничего о мире никаком не сказано, там неразрешимы эти вопросы, нужно или не нужно поддерживать эту военную спецоперацию. Вот, вы видели проповедь того же Алексея Новикова, где он говорит, у него очень, ну, судя по всему, очень много намешано христианство с языческим, с русским, с русским национализмом, вот, он очень простой тезис выдвигает, кто победил, тот и прав. Прав будет тот, кто победит. Потому что есть даже такое выражение, кто сильнее, тот и прав. Этот вопрос можно было задавать до войны, но когда война уже случилась, она есть, теперь правым будет тот, кто победит. Много аллегорий возникает сразу же. Кто изнасиловал, тот и прав. Кто убил, тот и прав. Кто ограбил, тот и прав. То есть, право сильного утверждает. Мы большая страна, мы правы, поэтому за нами Бог, и все. Вот, очень простые, простые такие вещи, ну, я сказал о тех, скажем так, аллегорических картинах, которые возникают сразу. Когда кто прав. Это право сильного. Я взял, я сделал это мое. Ограбил кого-то. Прав. С тобой Бог, потому что ты сильнее. Еще что-то сделал. Тоже прав. Потому что ты сильнее. То есть, вот это абсолютно не христианское понимание. Я думаю, что все это поняли, увидели. Просто не знали, как остановить Новикова, так называемого епископа. Поэтому они разослали это куда только можно. Очень много ушло в Украину. Братьям, чтобы они там опубличили. Очень много здесь по России пошло этого всего. Вот, я наблюдал со стороны. Мне было интересно, как развивается этот сюжет. потому что есть есть те, кто говорит, вот вы ищете, вы копаете. Мы не ищем ничего. Они сами все ищут, сами находят, сами поняли уже, что невозможно, что все промолчат. Что вся любая, вот, любая грязь, которая есть там, она, она, никто не хочет очищать, омывать, никто не хочет вычищать все это. Все старается. Это наше, это наше любимое. Вот, я сейчас коснусь последнего письма, наверное. Новиков потребовал, как я уже сказал, вы можете прочитать это письмо, оно есть, оно опубликовано, в том числе и в сообществе на нашем канале, чтобы руками Реховского и Духовного Совета настучать на нашего брата. И это, конечно, это уже дно. Если, конечно, в этой организации есть хоть какое-то дно. Вы уже перешли те границы и впору бы задуматься, как это произошло. Конечно, это возмутило многих, как я знаю, многих братьев, которые уверовали где-то в 90-х или до этого, тех, у кого в семьях кто-то сидел, конечно, их возмутило это. И Дмитрия Шатрова, и Андрея Дериенко, и еще ряд других братьев, они просто были ошарашены вот этим вот всем. Как такое вообще возможно? Возможно, оказывается, братья в вашем союзе. Пришло новое поколение, которое смотрит на вас или на вашего руководителя, который смывает, сметает все грани, все моральные и христианские ценности. Вот поэтому у вас такое и есть сегодня. И этого будет больше и больше и больше. Вы думаете, что вы запрятали вот за этим письмом, за открытым обращением, которое сегодня опубликовано на сайте РосХВЕ? Вы думаете, спрятали проблему? Нет, она есть. Один епископ сказал, ее надо решать. Ее надо решать. Люди оправдывают убийство. Люди оправдывают войну или военные действия, как вы здесь пишете это все. Есть такие в вашем союзе на уровне епископа. Они произносят проповеди, языческие проповеди, как мне кажется. Они вдохновляют этим людей, они толкают людей на молодежь нашу. Вы сами понимаете, к чему. 1 июля в сети меня поразило, я был занят делами своего здоровья, но потом я увидел, что в интернете вышло не письмо, а заявление от Сергея Лавринова. У него украли автомобиль, они собирались жену уехать только на отдых. Один из автомобилей у них украли. Конечно, методы, я хочу сказать, Сергей, не изменились. Мне облили всю машину. Братья слава жизни, спасибо им, конечно. Они опубличили все мои данные и я думаю, что... Ладно, не важно, что я думаю, вы сами понимаете. Методы у них одни и те же. Одни и те же. Запугать. Облить, своровать. Ну, как вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это их методы, они действуют так, поэтому, Сергей, держись. Вот, и в этот же день ты подписал письмо. Очень интересно, письмо на бланке РосХВЕ. Интересно. Два разных человека, которые возглавляют разные структуры, входящие в РосХВЕ, вот, каким-то образом подписались на документе, на официальном документе РосХВЕ. Там стоит дата, там стоит номер, а скоро, наверное, не знаю, дякана, а может быть, секретари, а может быть, бухгалтера, а может быть, уборщики начнут на сайте РосХВЕ печатать все, что они хотят. Открытое заявление. Оно начинается со слов, что в разные периоды своей церкви история церковь Христова переживала самые разные вызовы. Однако, благодаря сохранению верности Божьему Слову и единству всегда преодолевала эти трудные этапы. Все мы помним слова Иисуса. Да, уж действительно сложные этапы сохраняя верность Божьему Слову. Какому слову? Слово о том, что прав тот, кто сильнее. Тот, кто избил человека, изнасиловал, убил, ограбил. Он прав. Об этом? В этом ваша правда? О какой верности Божьему Слову вы говорите? О каком единстве ваша организация говорит? Происходящие сегодня события, какие события? Вы же не упоминаете. Ваша вот пикировка двух епископов, причем один стоит на моральных ценностях, на христианских ценностях, а второй стоит на очень сомнительных ценностях этого момента. Зарабатывает себе очки. Скорее всего, хочет попасть в духовный совет. Я знаю, что сейчас как никогда наш президент и наши вооруженные силы нуждаются в нашей поддержке, потому что всех нас должно волновать, победит ли наша страна или проиграет. Потому что все есть. Он, не стесняясь, показывает это в фотографиях, показывает это в своих соцсетях, показывает, как он меняет дорогие автомобили, показывает рестораны, свои кушания, спортзалы, показывает свою красивую, богатую христианскую жизнь. Знаете, жизнь полную аскетизма, жизнь полную следования за Христом. Наверное, такое должны показывать настоящие христианские служители. Хорошо. Делайте выводы сами. И второй абзац очень важный. Происходящие сегодня события стали еще одним поводом для разделения не только в обществе, но и среди народа Божьего. Различные взгляды на происходящее, разные понимания одних же и тех же мест священного писания среди уважаемых служителей дают основания противникам Церкви Христовой для поношения дела Божьего, а для неутвержденных вере, для преткновения. Каким противникам? Вы подняли эти вопросы, никто этого не поднимал. Вы подняли эти вопросы внутри себя. И сегодня, перекладывая ответственность с себя, даже с те нравственные и хорошие правильные вопросы, которые вы подняли, вы переносите на непонятных противников Церкви Христовой. Кто-то один из двух противник Церкви Христовой. И один требует разбирательства, а второй вообще требует посадить брата в тюрьму, натравить на него правоохранительные органы. Мне это знакомо. Вы можете ознакомиться с их письмом последним из Ассоциации Церкви Веры Слово Жизни от Мацуллы, где они также пугают и запугивают меня, что они привлекут компетентные органы. Ну, полицию, ФСБ, тоже в моем случае. У них одни и те же методы, послушайте. Они по-другому не могут. Они не могут открыто разговаривать лицом к лицу. Они не могут этого делать. И вот, казалось бы, как Риховский выйдет из этого положения? Вышел, они подписали, опять не он, на его бланке, на бланке Росхова Е. Епископ из Тюмени, у которого угнали автомобиль, подписал вдруг это постановление. Ну, наверное, переслал свою подпись. Хорошо, я прочитаю дальше. «О для неутвержденных вере для преткновения». В то же самое, в то же время, само по себе разномыслие не является грехом, как написано. Разномыслие разбирают вопрос отношения к войне, к убийству мирных людей, к смертям военных, и все это в этом, как оно называется, в открытом обращении называется теперь разномыслием. Разномыслием. Вдумайтесь, христиане, о чем это письмо? Как они сливают все ценности, все, во что мы верим, на чем мы стоим. Сливают Евангелие, прикрываясь Евангелие. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами. То есть Бог разделен? Да. И нет. В различии есть единство. А в единстве различие. Я что-то потерял нить. Молодой человек, вы не понимаете по одной причине, они все чокнутые. Какие у Бога дети. Может, у него и собака есть, Коля или Пудель. Никаких детей у Бога нет. Он холостяк и очень сердит. Нет, нет, он был сердит. И что, перебесился? Вы служите древнему Богу, в котором нет любви. Неправда. Он любит евреев. Бог любит каждого. Бог есть любовь. Бог тот, кто он есть. Что в этом такого? Кто не тот, кто он есть? Но как можно показать Бога в кинокартине? Да нет у них в кинокартине Бога. А кто тогда тот хоккайзер? Господа, истину мы здесь не отыщем. Да, мы открылись между вами искусное разномыслие. Привлеките к уголовной ответственности. Посадите брата на двадцать лет. Это моя любовь, но это та самая любовь, которая прозвучала в Государственной Думе. С любовью отрезать голову. Это то же самое. Та же самая любовь, друзья. Похоже на это. Одни и те же мысли. Кто-то говорит, куда катится мир. Как быстро люди отходят от истины, предают истину. Мы помним слова Господа нашего. Я из путь истины и жизнь. Никто не приходит как только через меня. И когда вы размениваетесь истиной, когда вы предаете истину, прикрываясь, что это якобы разномыслие, наше отношение, когда вы кричите и говорите о праве сильного, что тот прав, за тем Бог, кто сильнее, вы все ближе и ближе к центру земли, я бы так сказал, к тому месту, где находится ад. finger до до ข до